Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочных пуль от сербской компании Первый Партизан. Сегодня расскажу вам о пулях линий Z Grom в 308 калибре, вес 170 грейн, 11 грамм. Выпускается в узнаваемых пакетах Первый Партизан синего цвета. Все пули пока у нас от сербов идут такие. Пуля для охоты. Тип пули Z Grom это новая пуля от завода Партизан. Линия Z Grom появилась раньше начала нашей спецоперации. На всякий случай там сейчас очень много непонятных по поводу буквы Z. Особенно за рубежом. Я думаю, что сербы хоть они и на нашей стороне, но буковка Z никоим образом ничего здесь не обозначает. Так что все воспринимайте букву Z правильно. Это просто такая линия. И чем она отличается от обычного Grom я вам сейчас расскажу. Ну для начала вот так выглядит наша пуля. Здесь мы видим выступающую в носовой части. Но это не свинцовый. Это не свинец господа. Это олово. Плоская донная часть. Ну и здесь а-ля каннелюрки. Но это не проточки для сбрасывания давления. Это просто каннелюрки. Такие каннелюры здесь идут. Это не борозды. И не так уж они ярко выражены. Ну я вам сейчас буду показывать фотографию лучше и рассказывать. Ну вот видите да? Нос светленький такой. Не свинец, а олово. Пули Z Grom являются дальнейшим развитием популярной пули Grom. Все помнят пулю Grom. Она на рынке есть. Вот. Ну здесь вместо свинцового наконечника боеприпасы Z Grom имеют оловянный наконечник. И по большому счету теперь полностью не содержит свинца. То есть в принципе по законам той же самой Калифорнии. Эту пулю можно назвать бессвинцовой. Пуля сохраняет почти 100% исходного веса начального. То есть винтовочный патрон ППУ теперь у нас состоит на 99% из медного сплава. С небольшим оловянным наконечником, который естественно инициирует раскрытие. То есть грубо говоря вот на срезе я вам сейчас показываю как это все выглядит. То есть пуля на самом деле бессвинцовая. Вот. И заливается олово ну буквально там до середины. То есть до середины пули тоненький такой столбик. Вот здесь вы видите. То есть это необычное конструктивное решение. Вот. Оно позволяет пули в принципе иметь надежное проникновение. Ну максимальная энергия у нее. Вот. Хорошее раскрытие. Вот. Наконечник инициирует. И в принципе пуль увеличивается у нас ну почти что в два раза. Ну. Краткий обзор самых важных характеристик. Да. То есть это бессвинцовые боеприпасы. Можно охотиться на территориях где запрещена охота со свинцово содержащими пулями. Довольно таки неплохая точность. Хорошая грибовидность относительно для бессвинцовой пули. Отличное проникновение. Контролируемые и безопасные расширения. Ну и остаточный вес у пули там ну до 100 процентов иногда доходит. Ну. Более 90 процентов это однозначно. Читал я вот на форумах. В принципе ни у кого она больше 10 процентов не теряет. Куда бы не попало. Вот. То есть в принципе пуля обеспечивает оптимальный баланс характеристик. Опять таки по ценнику. Цена относительно тоже такая в принципе гуманная. Вот. И по КПД да. По качеству работы. Ну это намного лучше чем обычные свинцово содержащие пули от первого партизана. Софтпоинт. Ну да. Она не подороже конечно. Причем. Причем Z-гром он даже подороже обычного грома. Ну. В принципе довольно таки необычное решение. Почему никто до этого не додумался раньше к компании первых партизан. Я не знаю. Потому что обычно без свинцовой пули. Да. Ну они или у нас имеют открытую носовую часть. Грубо говоря. Hello Point. Да. Или там полимерный наконечник. Ну во всяком случае пули которые попадались мне вот в руки. Да. Которую я видел. Ну или там или полимер да стоит. Или просто открытый как бы нос смеплаты. Да. Hello Point. А здесь вот так. То есть. Не свинец а улова. И все. А улова это у нас не свинец. Поэтому. Пули экологичны и так далее. Вот. Ну. Это поле подойдет для охоты на среднюю и крупную дичь. Вот. По ограничениям в принципе довольно таки хороший универсальный вес. Вот. И в 308 она нормально отработает у вас. И в 306 и в 300 ну и в других тридцатках. Ну естественно кроме 3030 винчестер. По дистанции все ребят субъективно. Все таки пули первый партизан. Хоть это и максимально технологичное пули от этой компании. Которую я вот сам крутил в руках и мы пробовали ее. Вот. Но все равно вот ограничил бы я 150 вот метрами. Знаю на форумах считал и на 250 и на 300 загоняет. Ну. Я все рекомендации усредняю. Понимаете. То есть если она у вас полетит на 300 я просто буду счастлив. Ну. Тут же важно да. Чтобы пуля к вашему стволу именно подошла. Вот. И именно сбалансировалась там. И держала свою траекторию. Не всегда это бывает. Иначе была бы просто одна пуля для всех. Да. И не было бы компании. Хорнеди, Сьерра, Спир, Нослер, Лапо и так далее. Да. То есть все пули они имеют разную форму. Вот. Поэтому к стволу должна пуля подойти. Тогда можно идти на рекорды. Ну. Это пуля устанавливается первым партизаном в боеприпасы. По-моему. Только в двух калибрах. В 308 и в 30.06. В 300 там ее нет. Там 180 по-моему стоит. Так. Ну и сейчас длина. На самом деле пуля очень интересная. Именно вот технологичное решение уйти от свинца. Это очень необычно. Так. 33,89 мм. Это длина пули. Ну и развесовку сейчас посмотрим. Ну и вообще в принципе пули линии гром. И обычный гром. Да. И Z гром. Ну. Довольно таки так необычно. Первая 170 ровно. Вторая. 169,8. Третья. 170. 171. Четвертая. Ну началось. 174. Пятая. Ёпс. 178. Да ладно. Ну что ж так. 171. Вроде новая пуля, новая линия должна быть. 175. Так. Что у нас тут самая легкая. 169,8. Самая тяжелая. 178. 178. Ну. Ровно один грейн. 188. Многовато господа. Многовато. Ну. С другой стороны. Опять таки. Тут по ценнику. Это. Это. Не Барнс. Да. И так далее. Вот. Много. Я разочарован. Один грейн. В процентах я вам сейчас покажу. Все. Друзья мои. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Хороших вам охот. Удачных точных стрельб. Здоровья. Не болейте. Ни обезьяньей оспой. Ни коронавирусом. Мирного неба. В общем. Всех благ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тимон. Продолжение следует...